Любимые, дорогие, всем бонжур! С первого апреля. Апрель уж наступил. Наконец-то у меня появилось время сделать расклад. И давайте сейчас посмотрим ваши отношения в апреле месяце, соответственно, в этом апреле. Четыре варианта. Загадывайте партнера, выбирайте вариант. Либо на все четыре позиции можно раскидать никаких интересующих вас товарищей. Я ж люблю собирать всякие странные, интересные, непонятные колоды. Поэтому вот сейчас будем делать этот расклад на колоде Ференс Пинтер Таро. Посмотрим, как она нам на него ответит, на этот вопрос. На дне этой самой колоды остался Паш Кубков. Такой вот барочный и непорочный в некотором смысле. Вот мужчина здесь так осторожненько, трепетно несет чашечку то ли чая, то ли кофе, то ли горячего шоколада для своей дамы, которая там где-то вдалеке его ожидает. Вот надеюсь, что эта карта всем нам предвещает то, что отношения будут развиваться. Партнер будет вот с таким же трепетом беречь, лелеять эти отношения. Некий момент галантности в отношениях тут тоже будет. Осторожность, красота, как бы не сделать лишнего движения, аккуратность, как бы не расплескать, как бы не обжечься и не обжечь. Трепетные нежные моменты у нас проиграются таки в отношениях с этим загаданным нашим партнером и вообще со всеми партнерами. Хорошо было бы, да, хорошо было бы, согласитесь. Вводная часть закончена. Давайте переходим к трактовкам непосредственно к вашим партнерам и к нашим вариантам, да, к нашим баранам. Первый вариант. Ваши отношения в апреле с загаданным партнером. Десятка пентаклей, мечевой рыцарь и смерть. Очень, очень интересно, да. Интересно девки пляшут, если снизу посмотреть, как говорится. Десятка пентаклей. Здесь у нас монах изображен буквально, который вышел на природу, расставил руки, раскинул и вот сейчас заорет. Какое счастье, да, лепутата какая! Вот, возможно, ваш этот загаданный человек сейчас был таким монахом вот аж до марта месяца, да, аж до 31-го числа. Он сидел, не отсвечивал, не выходил на связь, был таким вот надутым, насупленным, да, ну, играл в отшельника. Короче, у вас не было развития, потому что человек не отдуплял, кто он, что он, где он, да. Далеко ему было до этого пажа пентаклей, который выпал у нас на дне колоды. Он, наконец-то, откроет глаза, что вообще-то вы его ждете, что вообще-то все возможности развития у вас с ним есть. И десятка пентаклей даже намекает на материальное развитие, то есть это семья, брак, семейное счастье именно, да, когда мы уже начинаем жить вместе, когда мы уже обрастаем домом, когда мы уже и много всего накопили в отношениях. То есть у нас уже багаж есть за спиной, как у пары, да, и этот багаж остается только зафиксировать в материальном плане, уже начать, может быть, жить вместе. Пора вам делать какое-то предложение, пора соглашаться на ваше предложение. Тут такая картинка, как будто бы стоит на неком холме, воздел вот так вот руки и вместе с этим холмом левитирует. То есть силой его веры он оторвал аж от земли целый пласт и поднялся с этим пластом в воздух и полетел. Небесный замок Лапута, короче, с домом и с карбом. Синюс и трувор, понимаешь ли, да. Человеком овладеет охота к перемене мест, что наконец-то пора поднять свою пятую точку, пора собраться, пора сгрести весь свой скарб. И пора наконец-то вот лететь в новое, ну, с вами, соответственно, да, пора вот что-то материальное создавать. Вот этот участок земли поднять и к вам перенести. Вот реально приземлиться с вами на общую почву и создавать семейное счастье, семейную гармонию. О чем вообще говорит эта карта Десятка Пентакли. Поймет он, что хватит ему сидеть на печи, 33 года уже просидел, пора поднять пятую точку, что-то делать, перестать быть монахом и развивать с вами отношения в семейном ключе. Чтобы вы, наконец-то, были им довольны готовить мементу море. И он начнет вам написывать постоянно на тему, что ну давай съедемся, давай уже, давай, я уже готов, я созрел, хватит мне сидеть в монахах, я уже все понял, прозрел, можно сказать, да, я готов. То есть вот ждите такой активной, напористой переписки. Но если вы будете откладывать что-то, его даже это будет где-то раздражать, он будет вас торопить скорее-скорей. Буквально шлия под хвост попала, это очень хорошее выражение. Вот ему сейчас надо, да, ему сейчас горит. Вот когда ему горит, значит надо, надо хватать его за хвост и тащить в брак в эти отношения. Ну, во всяком случае, в совместную жизнь, в имущественные отношения. Раз уж он к ним готов, раз уж он к ним созрел. Ну, попросите, может быть, каких-то денежек, если вам нужны от него денежки, если вам нужна от него финансовая помощь, финансовая стабильность, да. Вот. И, собственно, да, причина всего этого, наверное, это карта смерти. Ну, карта смерти, естественно, это перемены, вот в которые мы идем. Его действительно приперло, что жизнь коротка, мементо море буквально. Типа, чего он дурака валяет, почему он убивает себя еще живого, можно сказать. Хотя у него такие вот прекрасные золотые сундуки. И, вот, да, хотя у него такие прекрасные возможности жить, радоваться, наслаждаться жизнью, наслаждаться семейным счастьем и достатком наслаждаться, и комфортом, и уютом по жизни. Вот. И что он строит из себя монаха, хотя у него, во-первых, не так много времени осталось, а, во-вторых, все возможности перед ним открыты. Вот так его припрет здесь, да, столкнется он, может быть, действительно с какой-то такой вот ситуацией, да, с чьей-то смертью буквально, и поймет, что, ну, пора, пора ему. У кого человек был обременен какими-то больными родственниками, при которых он должен был сидеть, да, вот, возможно, так случится по карте смерть, соответственно, что ситуация у него изменится, и он просто освободится от этих родственников, так или иначе, да, снимут с него эти обязанности тем или иным способом, не буду уж проговаривать каким. Разным может быть, да, не обязательно вот именно таким критическим, как на карте смерть изображено. Короче, человек поймет, что пора развивать с вами отношения, пора быть счастливым, пора с вами строить совместную счастливую семейную жизнь, и он буквально будет даже к вам выносить мозг на эту тему, да, будет буквально к вам приставать с этим постоянно, и будет торопить события, чтобы наверстать все упущенное, что он вот так вот как сам, сам как дурак упустил, живя вот этой монашеской жизнью, да. Тут он вышел из своей кельи, посмотрел на свет божий и прозрел, типа, о, вот оно счастье-то, а счастье было так возможно, да. Надо собирать манатки, надо скорее вот собирать все свое имущество и перелетать к вам, чтобы развивать отношения с вами. Вот, все, пожалуй. Ну, что, мне понравился вариант. Интересные карты, забавные, смешные. Такой интересный, своеобразный юмор, я бы сказала, да, у этих карт. Вот, еще, кстати говоря, да, посмотрел на рубашку, на рубашке написано Carpe Diem на латыни, срывай день буквально, да, вот этот, этот девиз сюда, по-моему, очень хорошо подходит, человека припрет, да, что пора срывать день. Тут вот этот Пинтер написано, я так понимаю, вот, но это не Ференс этот Пинтер сказал, не автор колодок, кто-то из древних сказал еще, вот, из античных товарищей. Так что, вот, ну, решили вынести этот девиз на дно колоды. Carpe Diem, срывай день, лови момент, да, и мементо море, соответственно, и помни о смерти. Вот, да, я могу разбирать, могу разбирать вот такой вот корявый почерк латинскими буквами. Вот, счастья вам, любви, гармонии с этим загаданным человеком, пусть он, наконец, там прозреет, очухается и будет ловить с вами момент. И срывать день, и вы тоже не упустите этого шанса, этого момента, ловите его, пока он готов, да, пока он вам что-то тоже предлагает, а то он может найти, ну, тоже какие-то другие варианты. Вот, все, забыла уже, отвлеклась на этот Carpe Diem и забыла, пожелала ли вам счастья, любви, гармонии. Желаю в любом случае осуществления всех ваших планов с этим загаданным человеком, особенно семейных планов. И перехожу я ко второму варианту. Итак, второй вариант, ваши отношения в апреле с этим загаданным партнером. Еще круче вариант, карта мага, вот такой вот он странненький здесь. Карта шестерка мечей, еще более странненькая здесь карта. И карта шестерка пентаклей, еще более странненькая. Ну, вот я же говорю, люблю странные колоды. Ну, давайте по порядку. Мага, вот здесь вот у него в шляпе, у этого наперсточника стетоскоп и шприцет, называется, древний. Вот такое ощущение, что этот загаданный вами маг, загаданный вами партнер, будет показывать себя в этом апреле как и швец, и жнец, и надуде, и грец. Да, вот во всех своих проявлениях, и то могу, и это могу, и так, и сяк, и по-всякому. То есть человек будет вам, ну, где-то, может быть, ну, не то, что хвастаться, но показывать себя человеком широкого кругозора, широких возможностей. Человека, в принципе, перспективного, много чего умеющего. Я еще и на машинке вышивать умею. И машинки, и вышивать. Да, вот таким вот на все руки мастером человек будет себя показывать. Но при этом он будет тоже играть в некую такую игру с вами. В любом случае захочет произвести на вас впечатление, как человек разносторонний, да, разносторонне развитый, как человек много чего умеющий, рукастый всякий разный, умеющий где-то и поиграть, да, не только серьезный, находящий с таким вытянутым серьезным лицом, да, у него, кстати, может быть довольно контрастное лицо, когда он серьезный, прям вот такой, что аж не подходи прям, да, а когда веселый, то улыбка до ушей. Грустный так грустный, веселый, так уж веселый, что уж прям смотреть на него без смеха невозможно. Вот такой вот здесь может быть очень сам по себе контрастный товарищ, да, не только разносторонний, но еще и внешне контрастный, именно вот по мимике, по внешним проявлениям. Так вот, эта его игра, с одной стороны, будет интеллектуальной, с другой стороны, и любовной в том числе. С одной стороны, он захочет вас как-то и ввести в заблуждение, чтобы потом удивить, фокусы буквально какие-то будет вам показывать, с одной стороны. А с другой стороны, вот здесь вот мне очень нравится, что, ну, вот эти вот стаканчики у него, где он там спрятал, да, там камешек, монетку, не знаю, что, да, вот нечто спрятано. И здесь вот на этой карте мы видим тоже вот три такие точки, и как некая подсказка, где запрятано вот то, что он скрывает. То есть правила игры вам будут понятны, будет понятно, ради чего он это делает, что он хочет там спрятать, и зачем, главное, он хочет это сделать. То есть это не обман какой-то, а вот игра ради игры, игра ради того, чтобы показать себя вам, да, игра ради того, чтобы произвести на вас впечатление. Вот, вот к чему мы здесь приходим, да, короче, если он странно будет как-то себя вести, какие-то фокусы выкидывать, имейте в виду, что он просто так хочет вас очаровать и интеллектуально поразить и произвести на вас впечатление. Вот, да, дурачок, дурачок, да, что сделаешь, да. Голова-голова, да, без мозгов, да, и голова без мозгов, вот. Шестерка мечей. Я думаю, что она здесь говорит скорее причину, почему он так себя странно ведет, да, потому что в его жизни опять-таки что-то такое вот случилось, как какое-то кораблекрушение, то есть как крах надежд, крах перспектив. Может быть, у него там с кем-то что-то не срослось в жизни, и он понял, что к вам нужно прибиваться, да, к вам нужно грести, прибивать свой корабль с одной стороны, с другой стороны. Возможно, у вас был разрыв отношений, ну, или вы были на грани этого разрыва отношений, и он понимает, что нельзя вас терять, надо вновь возрождать ваш интерес к нему, надо вот как-то произвести на вас так впечатление. Вот у меня честное ощущение, что это просто будет лишнее, да, лишнее некие телодвижения с его стороны, как вы будете это воспринимать. Ну, вот он воспринимает так, что он должен, да, он должен блеснуть всем, чем он там может блеснуть, всем своим зуном, да, знаниями, умениями, навыками. Вот, именно для того, чтобы вас очаровать, потому что вы для него вызов, с одной стороны, но, с другой стороны, то, что у него там происходит, это для него тоже большой вызов. Может быть, его дамы буквально вот так вот атакуют, расшатывают его лодку, со всех сторон на него нападают, и вы для него самый спокойный вариант. Странный вариант, да, тут аж рыба летает, щука, и она с таким вот прищуром смотрит на нас, типа, чё это, че-то такая вот щука здесь интересная. То есть, возможно, у человека и всё рушится, с одной стороны, в жизни, он ценит, да, наконец-то понял, что вас надо ценить, и что вас надо вернуть обратно в свою жизнь. С другой стороны, может быть, бабы его так атакуют, что он понял, что вы, да, если он раньше там от вас как-то отворачивался, фу-фу-фу, воротил нос, тут он понял, что вы ещё не самый худший вариант, что выбирать надо вас, потому что с вами ему спокойнее всего, в отличие от всех этих баб, которые вокруг него кружат, как буквально сирены, которые там поют в уши этим органавтом, чтобы их потом утащить к себе и всё такое. То есть, возможно, человек понимает, что вы меньше всего претендуете на него в этом смысле, да, ему с вами не стоит ничего опасаться, ничего бояться, а вот с другими претендентками стоит бояться и опасаться, да. То есть, некий такой вот момент обезопасить себя, благодаря вашим отношениям, здесь почему-то тоже вот идёт. Может быть, у него разрыв какой-то был с кем-то, или он понял, что уже возраст поджимает, ему нужна пара, соответственно, да, чтобы было с кем старость провести, да, чтобы был кто-то рядом, вот. Ну и в любом случае, по магу-то, естественно, он будет реализовывать возможности с вами, будет вас очаровывать, чтобы вы были рядом с ним, чтобы, ну, как минимум, вам было бы интересно рядом с ним, чтобы вы были мотивированы быть рядом с ним. Ну, скажите, дурачок, потому что я думаю, что если вы смотрите этот расклад и его загадываете, вы и так мотивированы быть рядом с ним и развивать с ним отношения. И с его стороны это будет некоторое лишнее даже телодвижение и поползновение. Ну, с другой стороны, а пусть, да, а пусть поработает, в конце концов, да, пусть вы для него таким вот трофеем станете, пусть удивит, да. Даже скажите ему, удивите меня, как говорил Дягилев на русских сезонах. Шестерка Пентаклей буквально некий подарок, подарок ребенку означает. Вот, может быть, у вас действительно с одной стороны разница в возрасте. Человек захочет вам сделать подарок дорогой, ценный, хороший. Ну, не то, что как ребенку, но как человеку, который нуждается в подарках. Может быть, он считает это немножко детской чертой, типа, ну, взрослые люди, зачем тебе цветы, конфеты, букеты, ты что, маленькая, что ли? Вот, но, тем не менее, он понимает, что вы в этом нуждаетесь, и что бы он там ни думал, маленькая, не маленькая, но вот захочет он вам сделать такой приятный, романтический, но и важный, к тому же, подарок, ценный подарок, может быть. Вот то ли часы здесь, то ли компас. Возможно, человек буквально подарит вам время, да, время своей жизни, уделит вам внимание. Ну, хочется здесь вам прогнозировать, в принципе, развитие отношений с этим человеком, что этот загаданный подарит вам время не просто в виде часов, а в виде своей жизни, в виде того, что он решит соединить с вами свою жизнь и провести с вами оставшееся время в его жизни, да, хотя нам всем уже, может быть, и так много-то и осталось. Вот, и он это понимает, осознает, и, да, наконец-то будет делать выбор в вашу пользу, и он, наконец-то, будет вас очаровывать, потому что, может быть, думает, что вы в нем разочаровались, да, он будет работать над отношениями, вкладываться. Вот, и в этом смысле тут вполне проигрывается вот этот паж кубков, выпавший на дне колоды, да, когда вот этот мужчина вот так осторожно лелеет вот эту вот чашечку, приготовленную для дамы, для своей, как некий вот такой вот подарок, да, и дама сама для него вот как ценность такая, которую надо беречь, над которой надо где-то трястись. Вот, пусть он трясется над вами, пусть он возвращает, развивает отношения с вами. Спасибо за просмотр. Счастья вам, любви, гармонии в этом апреле. Пусть у вас все начнется, наконец-то, да, и у него там тоже вступит в правильное русло. Да, в правильное русло у него мозги встанут. А я перехожу к следующей, к третьей варианте. Итак, для тех, кто выбрал третий вариант, смотрим ваши отношения в апреле с этим загаданным человеком. Вот это да, восьмерка кубков, сила и звезда. Ну, сначала такой человек будет отпускать вас на волю. Лети, птичка, я тебя больше не держу, давай разорвем отношения, давай вот будем свободными, давай останемся свободными. И далее по тексту. Вот, да, то есть будет у вас ощущение, что человек уходит в закат, что человек вас отпускает, что человек не хочет вас обременять с собой, что вы для него вот такая вот буквально звезда, да, звезда вот такая вот, что вы для него сильная женщина, а он слабак, зачем он вам нужен. Вот, то есть будет играть такую вот роль, да, что брось меня, брось, я тебе не нужен, зачем ты такая вся красавица, звезда, волшебница, тратишь на меня свое время и силы. Отпусти меня, я тебя отпускаю, лети на свободу. Ну, лети же, лети. Короче говоря, человек будет всячески, ну, не то что отбиваться, да, ну, хотя огрызаться он здесь будет, да, но скорее играть в такую игру, что типа, ах, догони меня, догони меня, верни меня, если ты меня действительно любишь, вот. И вам, простите, если вы хотите вернуть этого человека, придется, да, вот тут она одетая звезда, тут раздетая та же звезда, но уже сила. Тут она красавица одетая, но все равно красавица, а тут она красавица уже раздетая, и там видны ее все мускулы, что она аж этому зверю пасть порвать может, если что, да, в борьбе за свои отношения. Вот вам придется бороться с вот этой его депрессией, не депрессией, игрой, не игрой, да, скорее такой вот игрой по берну, что, ах, я тебе не нужен, я ухожу, я устал, я мухожук. А вы такие, да нет, ты чего дурак, я тебя люблю, куда ты, зачем ты? Ну, в общем, вам придется бороться с его такими вот заскоками, я скажу вам честно. Ну, в любом случае, вы для него звезда, недостижимая, может быть, мечта, возможно, он действительно считает себя хуже вас, считает себя недостойным вас, а вас считает просто прекрасной мечтой в своей жизни. Ну, ему где-то удобнее держать вас в качестве звезды, мечты, недостижимой, как Александру Блоку, блин, вместо того, чтобы вступать с вами в реальные отношения, вместо того, чтобы развивать как-то с вами реальные отношения. Ну, в общем, весь месяц у вас найдет, уйдет на то, чтобы бороться с его вот этими вот странными идеями, фантазиями, я бы сказала, эротическими, чтобы вы его вытащили из депры, чтобы вы доказали ему, что он вам нужен, да, вернись, я все прощу, вернись, дурак, я люблю тебя, да, чтобы вы такая вот прекрасная звезда, за него боретесь, и вот так снизошли до него, а он такой, ах, нет, я такой страшный серый волк, а ты такая красная шапочка, догони меня, верни меня в свою жизнь, а я пошел, да, будешь ли ты этим заниматься, нужен ли я тебе, вот такая вот здесь будет у человека позиция, и с одной стороны вы будете, ну, естественно, общение у вас может быть, да, но с одной стороны вы все-таки будете разделены с этим человеком, он будет всячески от вас бегать, уходить, удаляться, даже если будет выходить на контакт, он будет от вас как-то отпихиваться, огрызаться, ругаться, а вы должны будете, да, вынуждены будете за ним бегать, говорить, нет, дурак, ты мне нужен, ты мое счастье, ну, вот, да, если вам такая перспектива нравится, если вам светит такая перспектива, то, пожалуйста, вот это ваш вариант, этот ваш, сюда я больше не ездок, да, я тебе не нужен, брось меня, брось, вот так, простите, вы и прогеморроетесь с ним весь апрель на тему брось меня, брось, нет, дурак, ты мне нужен, а вам могу пожелать только, ну, сами делайте выбор, бегать за ним, или не бегать, или просто вот так вот сиять, и пусть он сам, сам за вами бегает, да, потому что, ну, не пристало вам тратить свою жизнь, тратить свое время и силы на такое унылое ховно, да, которое играет в свои рывы, вот, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, а у меня четвертый вариант, итак, четвертый вариант, смотрим, какие у вас будут отношения в этом апреле, король мечей, рыцарь, жезлов, и солнце, ну, здесь человек будет непрерывно присутствовать в вашей жизни, возможно, вы его доведете аж до белого коленя, то есть сначала он спокойный, спокойный будет, потом припрет его желание к вам, стремление к вам, и будет он вот аж, да, тут он спокойный, спокойный, как глыба, как скала, а здесь, да, здесь уже летит к вам переписка, общение, близость может быть, стекос может быть, да, все может быть у вас, видите, да, одни мужики, одни мужские карты, и солнце, вот буквально его уже припрет, у него там жар, у него там весна, и он уже будет буквально с матюгами, с матюгальниками к вам проявляться, да, лететь навстречу, хотеть реализовывать свою страсть, да, добиваться вас во что бы то ни стало, здесь скорее больше его поведение нам эти карты показывают в отношении вас, чем ваше какое-то поведение, я думаю, что вы вот как себя ведете с ним, так и ведите, да, вот как спокойно себя ведете с ним, я не думаю, что вы как-то им манипулируете или еще как-то, но его это вот выбешивает, может быть наоборот его выбешивает, что вы им не манипулируете, может он хотел с вами какой-то игры интересной, а вы ему вот так же правду матку в глаза, да, по королю мечей, но вся эта ситуация его уже злит, бесит, то, что между вами сейчас происходит, да, может быть он просто соскучится тупо по вам, да, если он хранил молчание, думал взять вас измором, да, думал вот настоять на своем именно, потому что он молчит и не выходит с вами на связь, здесь, извините, у вас оказались нервы более жесткими, чем у него, да, у вас оказались стальные нервы, у него здесь нервы сдадут в итоге, и он, ну, поймет, что вы его победили, переиграли, и будет сам развивать с вами отношения, потому что он скучает, потому что он хочет любви, хочет развития, у него солнышко, да, у него гормоны, у него изо всех щелей и ушей там все прет, поэтому будет развитие, у вас что бы то ни стало, ему нужно будет вас в этом апреле. Все, счастья вам, любви, гармонии, близости, развития с ним отношений, спасибо картам, спасибо вам за просмотр.